Мне кажется, я со стаканчиком Старбакса это уже мем какой-то локальный Возможно, у меня сейчас не самый свежий вид Просто потому, что сегодня 7 апреля, 4.20 по берлинскому времени Я встала сегодня в 6.30 утра, а самолет в 00.30 То есть в 12 ночи Мы сегодня ездили в Потсдам, мы сегодня гуляли по Берлину Несмотря на то, что сегодня был марафон, он был перекрыт Поскольку сейчас нужно еще где-то 4 часа времени убить Для того, чтобы дождаться, когда нам надо будет ехать в аэропорт И я уже прямо кайфую от этой мысли Я решила, что так как с влогами все еще не задалось Я ничего не снимала Я просто поговорю с вами Поговорю с вами на улицах Поговорю с вами, сидя на улицах Берлина Просто потому, что нужен новый сеттинг, новая локация И мне приятно это будет сделать Я нашла абсолютно непонятное кафе рядом с отелем Просто потому, что я не хочу сидеть в отеле В Берлине очень красиво, но говорить я буду не об этом После долгого времени, бесконечной, постоянной рефлексии по поводу того Кто я такая, зачем я, что меня окружает, кто меня окружает, как я с этим взаимодействую и всего такого Я начала очень сильно запариваться Я не скажу, что я раньше этого не делала Но в последнее время как-то очень остро стоит вопрос Чем я хочу заниматься в будущем Поскольку я сейчас заканчиваю третий курс Это такой достаточно переломный момент Когда ты уже, по идее, должен бы определиться с тем, чем ты будешь дальше заниматься Понять, где ты хочешь работать хотя бы примерно И рядом с этой мыслью возникает большая проблема Которая, к сожалению, действительно актуальна И которую я теперь понимаю, которая нашлась теперь в жизни И которая связана напрямую с моей специальностью Это видео, скорее, я даже не знаю, как его назвать Это такой анализ двух с половиной лет учебы Мысли о своем будущем вместе Это что-то достаточно личное Но при этом я надеюсь, что это будет актуально людям Которые хотят заниматься, чем я занимаюсь Я учусь на международных отношениях Моя специальность достаточно узкая, но при этом достаточно широкая Парадокс, который нельзя объяснить Узкая она в том плане, что технически единственное, чем я могу заниматься Это дипломатическая деятельность Это представительство Это представительство как в компаниях, так и на государственном уровне Широкая она в том смысле, что я умею все и ничего И это самая большая проблема Когда я поступала на дипломата, я была уверена, наивна, по-детски Что мое умение всего и ничего будет скорее плюсом Потому что я буду многопрофильным работником Я буду универсальным солдатом, в кавычках Который сможет работать где угодно, чем угодно, как угодно Но впоследствии, когда я училась два года и сейчас доучиваюсь третий Я поняла, что даже несмотря на то, что я знаю что-то от экономики Знаю что-то от права, от истории, языки, перевод и все Этого недостаточно для того, чтобы работодатель тебя воспринимал как профессионала Потому что, ну, очевидно, в экономической сфере нужны люди с дипломом МЭО Если я беру в контексте МГИМО или экономиста В юридической сфере, очевидно, нужны юристы, которые по профилю занимаются этим А кому нужен ты? Я не очень хочу, чтобы это видео выглядело как камень в огород моей специальности Или моему вузу, потому что это не так Но это мысли, с которыми я живу последние, наверное, полгода, а то и год И это мысли, с которыми я устала жить сама Потому что мне очень сложно их постоянно процессить В последнее время я начала их выливать друзьям и близким И это очень странно, это такой дешевый вариант Ну, как дешевый, бесплатный вариант психотерапии Наверное, это не стоит делать Но у меня есть канал, я этим пользуюсь по полу С какой проблемой сейчас сталкиваюсь я и почему я сейчас об этом говорю? Сейчас, на данный момент, на третьем курсе мне нужно выбрать обязательную летнюю практику И у меня есть два направления, в которые я могу идти Это два направления, которые в целом есть у меня, как у будущего выпускника И в которых я могу развиваться Первое направление, это чисто государственная служба Где ты идешь либо в Министерство иностранных дел, пытаешься попасть на практику в нужное дело А второе направление, это более частная деятельность и работа в каких-то компаниях В чем заключается моя история, моя проблема? Хочу с вами этим поделиться Какое-то время назад, когда я поступала, например Я очень хотела работать в Министерстве иностранных дел И работать мне там реально искренне хотелось И представляла я себе это очень заоблачно, прекрасно, в розовых очках Потому что тогда я понятия не имела, что такое дипломатическая деятельность И как это вообще выглядит И на подъеме эмоций я действительно хотела этим заниматься И меня не смущало, что это государственная служба Меня не смущало ничего Но только со временем я узнала и поняла своим детским мозгом Что государственная служба, очевидно, накладывает какие-то на тебя ограничения Ты перестаешь быть достаточно свободным Ты должен контролировать то, что ты говоришь, то, что ты публикуешь Как ты выглядишь, что ты с собой делаешь Какие идеи ты несешь Каждое твое слово будет использовано против тебя Как в плане отчета твоему старшему работодателю Тому, кто стоит над тобой Так и в плане имиджа, который ты создаешь для своей страны Сам статус дипломатического работника меня перестал так прельщать Меня перестал прельщать этот паспорт синего цвета Просто потому, что он паспорт синего цвета Я начала задумываться о том, какие ограничения будут на меня наложены И что я понесу Вот эти вот вопросы сдержек Стало очень серьезным для меня Потому что я реально начала думать Если я получаю этот паспорт И если я имею новый статус И потенциально моя семья Приобретает другой статус, иммунитет и все такое Какие минусы у меня? Минусы ограничения Минусы непредсказуемость Минусы ротация кадров Минусы незнакомые страны Минусы отсутствия стабильности И прочее, прочее, прочее Это неплохо в общем Это неплохо для всех людей Но это то, что мне не подходит И то, чем, как я поняла На данный момент я заниматься не хочу Я не могу сказать, что я 100% не буду этим заниматься Просто потому, что ты никогда не можешь быть уверен Что ты захочешь завтра Учитывая то, какой человек я Я завтра могу заходить очень много всего нового И я могу передумать и могу пойти Подаваться опять в МИД И хотеть очень сильно работать В этом году я хотела подаваться В департамент стран Северной Америки Потому что я очень хотела работать с Америкой Я себя позиционирую как американистку Хотя я учусь на таком направлении Где нет, по сути, специализации И это одна из тех проблем Я учусь на достаточно базовом направлении Которое не предполагает разделение на регион Поэтому то, что у меня первый английский Второй итальянский Не делает меня ни италистом, итальянистом Я даже не знаю, как они называются Ни британистом, бриталофилом Ни американистом, никем Но себя я называю американисткой Просто потому, что мне нравится Потому что мне интересна США Мне интересна их политическая система История, культура Мне это интересно Ну, как-то так У меня нет грез по поводу переезда туда Или у меня нет восхваления стопроцентного Я объективно отношусь к достижениям И промахам этой страны Но мне просто интересно Хотя бы что-то узнавать про нее И поскольку я понимала Что с моим итальянским Моим низким уровнем итальянского Из-за того, что он второй Я вряд ли буду что-то полезное делать В отделе европейском В котором есть Италия Я рассматривала только отдел Северной Америки Когда нужно было собирать документы на практику То есть сейчас Потому что до 22 апреля нужно их подать А у меня все еще проблемы До 15 марта примерно Надо было подать документы на практику в МИД И я начала очень серьезно думать о том Что я хочу в этой жизни Что это, зачем оно мне И как я представляю себе эту работу И впоследствии, когда я поняла Что это достаточно серьезная аналитическая работа С большим количеством сортировки информации Работы с бумагами Я пыталась понять и почувствовать Насколько это подходит Моему характеру Потому что, конечно, да Можно пойти, попрактиковаться Посмотреть Но я сидела, думала Достаточно долго Я сидела, думала об этом постоянно Просто потому что Ну ты сидишь и ты такой А кому я нужен? А вообще кто я такой? И что со мной делать? И что мне самой с собой делать? И впоследствии я поняла, что Наверное, на данный момент Я не чувствую, что это мне подходит Просто потому, что темперамент у меня другой И я не смогу сидеть на одном месте Сидеть, заниматься аналитической работой с бумагами Делать отчеты, переводы, сдавать Делать опять одно и то же Как белка в колесе Подшивать дела Еще что-то не мое Ну я не чувствую сейчас, что я хочу этим заниматься Я хочу чего-то более динамичного Где я чувствую вклад какой-то Где я не просто последнее звено в цепочке Где я действительно прикасаюсь к какому-то развитию И что-то происходит И это достаточно сложно После того, как для себя я отмела конкретно этот вариант У меня все так же остались проблемы Потому что, хотя казалось бы, да Ты вроде понял, что ты не хочешь идти сюда На этом периоде своей жизни Выбирай что-то другое Учитывая то, что в моем университете есть список мест Куда можно идти на практику Жизнь вроде как становится проще А еще я сейчас сижу в Германии И я не понимаю, почему люди с таким ужасным видом Класятся на меня Когда я разговариваю с камерой Типа, вы что, с ума сошли? Это Германия Вы должны быть привыкшими к всему Неважно Но проблема заключается в том Что в основном список мест В которых предлагается практика Это все такая же госслужба Это либо Московская городская дума Либо просто наша дума Либо, не знаю, Минэнерго Либо еще что-то Это все министерства Это все государственные структуры И многие люди, которые сейчас будут это смотреть Скажут, ты буржуйка зажралась Ты должна радоваться, что тебе разрешают идти в госструктуру И многим, наоборот, хотелось бы этого Но дело не в том, что я зажралась Дело в том, что я не хочу этого И в этом сейчас самая большая проблема Потому что, когда ты не хочешь этого Ты должен понять, какой у тебя есть другой вариант А так как я сейчас в таком непонятном состоянии С тем, что мне делать дальше Я не знаю, какие есть дальше варианты Потому что я прекрасно понимаю Проблемы, вытекающие из того Что я чисто международник Даже не регионист И это то, что как раз важно знать Когда ты поступаешь на эту специальность В России и в постсоветских странах Ты знаешь все Ты должен знать все Владеть международным правом Национальным правом Национальной экономикой Международной экономикой Международными экономическими отношениями Не знаю Географией, региональной Просто ты владеешь всем Но этого недостаточно Для того, чтобы ты мог приткнуть себя в другие сферы И в этом большая проблема Потому что, когда мы все, международники, говорим Что после выпуска мы можем работать где угодно Да, это так Да, действительно Многие компании проведут интервью Посмотрят на ваш потенциал И скажут Мы готовы тебя за месяц научить чему-то Чего ты сейчас не умеешь Но ты способный Все круто Приходи работать Это действительно реальность Но ты не узкий специалист Поехали такси Вот прекрасно 11 из 10 Очень люблю Очень тихо Мне нравится Когда ты владеешь даже большим пластом информации Ты все равно не узкий специалист Ты не экономист Не финансист Не бухгалтер Чтобы пойти в экономическую сферу Ты не правовик Не адвокат Никто Чтобы заниматься юриспруденцией Так кто ты? Вот это хороший вопрос Которым я запариваю себя уже много месяцев Особенно если учесть Что оформиться на практику Мне нужно до 22 Если я не ошибаюсь Апреля Для этого у меня есть 2 недели И учитывая то Что я понятия не имею куда идти И что из этого выбрать То есть наименьший из зол Я не знаю что делать Просто потому что Я не очень хочу заниматься госделами Не хочу Это мне не хочется Честно А какие другие варианты Это очень сложный вопрос Потому что Ты не можешь просто так податься в банк Ты не можешь просто так податься в какую-то компанию Ты даже не можешь податься в Газпром, Роснефть Или Лукойл Потому что им нужен МИЭП А я не МИЭП И когда вы в следующий раз будете спрашивать Где мне работать после международных отношений Или в принципе после там какой-то дип-службы Политологических каких-то наук Social sciences Political sciences То что называется за рубежом Каждый раз когда вам кто-то будет отвечать Включая меня Что работать ты можешь везде Это правда Потому что технически тебя возьмут в разные места Потому что ты широкопрофильный специалист Но правда еще заключается и в том Что ты сам не знаешь где тебе работать Ты понятия не имеешь Что делать если это не конкретно госслужба Если это не конкретно дипломатическая служба И это та проблема Которая открылась передо мной За две недели до дедлайна по практике И единственный сейчас вариант Который я рассматриваю Это через одну студенческую как бы биржу Не то чтобы биржу Это место где аккумулируют студентов И рассылают им предложения по стажировкам Просто найти место привлекательное для меня Которое мне будет интересно с экономической точки зрения То есть в котором я могу получить опыт работы В экономической сфере Потому что сейчас мне это интересно Податься туда на стажировку И попросить их оформить меня на стажировку Это не через университет А просто самой И принести документы о практике И просто оформить это по-другому Потому что в том шикарном перечне Действительно хорошем перечне Мест куда можно пойти Я не нашла ничего для себя Потому что все в основном было сконцентрировано На госслужбе Я понимаю, что кому-то это нравится У меня есть огромное количество одногруппников Друзей и знакомых Которые говорят Я хочу в МИД Вот в этот департамент Я хочу работать в Минфине Я хочу работать здесь Там, туда-сюда А вот я как-то пока не очень хочу Если честно Я знаю, что все это может измениться Через три года Когда я закончу магистратуру И я пойму, что да Наверное, я хочу работать Где-то вот в госструктурах Но на данный момент Это не то, что я вижу для себя Очень сложно стоять на вот этом перепути Не только, когда ты не знаешь просто Чем ты будешь заниматься И что ты хочешь делать Когда от этого твоего выбора Чем и куда Зависит выбор твоего будущего направления По магистратуре Потому что здесь появляется Одна очень сложная деталь Аааа, Берлин Почему ты такой громкий? Для того, чтобы заниматься Дипломатической деятельностью И подаваться на работу в МИД И стоять в очереди на прием Скажем так Ну, вы поняли Чтобы вообще участвовать в отборе Тебе нужны определенные условия После бакалавриата МО Тебе обязательно нужна магистратура МО, либо это регионоведение Либо это дипломатия И если ты заканчиваешь не эту магистратуру Тебе намного сложнее устроиться А учитывая то, что в последнее время Я думала о том, чтобы ехать за границу Все становится еще сложнее Боже, как все сложно, ребята Когда я поступала Я думала, что у меня все решено Просто от того, что я поступила А тут еще оказывается взрослая жизнь Взрослые решения Взрослые проблемы И надо что-то делать И ведь на шее-то у родителей Сидеть до 30 нельзя Я же не в Италии живу Боже мой На данный момент у меня нет Никакого решения этой проблемы Но его придется найти до 22 апреля И так сказать I'll keep you updated Потому что это насущная вещь Которая портит мне жизнь Уже на протяжении нескольких месяцев Просто потому что ты сидишь И такой Да, образование хорошее, качественное Все такое Да, вуз хороший А что делать дальше Ты не знаешь Просто потому что Ты не знаешь сам по себе У тебя внутри каши Ты такой типа А что, а что, куда Я не готова А можно мне в школу обратно Я не знаю, как жить Как взрослый человек Пожалуйста, прекратите Я очень надеюсь, что После того, как вы это посмотрели Если вы сейчас учитесь На такой же специальности Или собираетесь на нее поступать Вы задумались о чем-то Просто начали Размышлять о своей жизни Конечно, я понимаю Что запаривать вас Своими проблемами Это не очень хорошо Но я этим занимаюсь На протяжении последнего месяца Со своими друзьями Продолжу заниматься этим И с вами Вряд ли это видео было Чем-то интересным И очень важным для вас Это просто поток моих мыслей Которые я не могу уже держать в голове Просто потому что Вы должны знать о них Не знаю Мне кажется, это очень актуально Я не считаю нужным Чтобы ездили мотоциклы по улицам Вот это я не считаю нужным Я не считаю нужным Замалчивать свои проблемы Внутренние Которые у меня возникают Особенно со специальностью Особенно с работой И с учебой Просто потому что Мой канал Основным рассчитан На подобного рода видосы И как бы Я не считаю честным это Поэтому сейчас У меня есть определенные сложности С восприятием себя В рабочем плане С восприятием себя В плане моего будущего В плане учебы Поэтому Просто знайте Что все не так просто Как кажется Фотки в инстаграм С улыбками Это все, конечно, замечательно Но Как же много проблем в жизни Особенно, когда ты делаешь вид Что ты взрослый человек И у тебя не получается Сделать вид Если вам понравилось это видео Что вообще абсурдно И вообще вряд ли Но вдруг Вы знаете, что Вот там вот внизу Можно его оценить Где-то там внизу Можно подписаться на канал Если вы вытерпели Эти несколько минут Шумного берлина Ну, вообще Это поинтереснее будет Чем все, что я обычно делаю Поэтому, да Наверное, было приятно вам Если вы хотите Видеть меня чуть чаще И видеть как раз Те самые улыбки радостные И прочие классные штуки Можете подписаться на мой инстаграм Я там появляюсь намного чаще Постоянно выкладываю истории Как с университета Так просто из других областей Своей жизни Спасибо вам большое Спасибо вам большое за просмотр И до встречи в следующих видео Пока-пока Я не знаю, зачем я это сняла Просто потому, что у меня Четыре часа до самолета И мне надо чем-то себя занять Ребят, понимаете? Вот просто Прекрасно Нет, чтобы нормально Что-то делать Ладно, все Я поехала Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok